Со следующего понедельника в Кирове начнется ремонт улицы Свободы. В целом уровень выполнения работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» составляет 75%. Ход ремонта сегодня обсуждался на еженедельной встрече с дорожными подрядчиками. Подробнее Анастасия Китько. По протяженности трасс, где идет ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», большинство работ на сегодняшний день выполнены. На данный момент сдано 40 улиц из 61. Мы договорим 75% от протяженности издачи улиц. И вот у нас остается с вами... Мы понимаем, что многие улицы находятся уже в работе. Но есть некоторые улицы, которые я всю пресловутую улицу советскую трясу. Как сообщил подрядчик ВИАТ «Автодор», с 28 августа по улице Свободы планируется фрезерование дорожного полотна. А к ремонту улицы Комсомольской, которая включена в дополнительный перечень по итогам полученной на дорожных аукционах экономии, подрядчик «Гордор Мострой» приступит в сентябре. Сейчас это сделать мешает работе на теплосетях. Ограничивают действия дорожников и автомобили, припаркованные на обочинах. Большие средства из бюджета тратятся на перемещение. И постоянно обращаются представители дирекции дорожного хозяйства, владельцы транспортных средств, чтобы они все-таки, видя начало работ на уличной дорожной сети, все-таки убирали свои транспортные средства. По основному перечню дорог сейчас продолжают работу три подрядчика. Это Гордор Мострой, ВИАТ «Автодор» и Агентство развития перспективных технологий. Остальные свои планы уже выполнили. Гордор Мострой – увеличение 0%, Абазовичи – увеличение 0%, но они работают, просто единственное, что не сдали там по улице Воровского. ГДМС – увеличение 7,76%, РТП – увеличение 0,55%, ВИАТ «Автодор» – увеличение 11,6%. И сервис «Технокомплект» увеличил за неделю на 31,35%. Александр Перескоков отметил, что администрация города получает много обращений с жалобами на состояние некоторых улиц областного центра. В связи с этим за качеством работы подрядчиков будут следить с усиленным вниманием. Если мы видим, что у нас соприкасается этот бордюр с пешеходной зоной, значит, делайте или укороченный бордюр сразу ставьте, или ложите его в этот бордюр, чтобы дважды мы не возвращались к этому участку. Это требование будет, все равно будете делать так, чтобы кирочане могли спокойно и проходить по пешеходной зоне, и особенно, значит, когда наши женщины молодые, значит, гуляют с детьми на колясках, чтобы там не преодолевали какие-то там препятствия. Добавим, что на дороге Киров-Русская с 28 августа планируется начать укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона. Однако, по словам подрядчика, на отрезке длиной 230 метров по этой дороге – пучинистые грунты, ремонт там крайне затруднен. Нужно найти оптимальное и грамотное решение для проведения работ. Найти выход глава администрации поручил Управлению благоустройства и транспорта, а также Дирекции дорожного хозяйства до конца этой недели. Анастасия Китько, Игорь Охотников, Вести, Киров.